Ожидание Еревана от США, речь о военной помощи. Во время нашей сегодняшней встречи мы говорили о вопросах экономики и безопасности, был поднят вопрос о присоединении Армении к программам вызова тысячелетия, о нашем сотрудничестве по оборонным вопросам. Мы здесь, чтобы выслушать и понять, какие есть ожидания и пожелания, сказала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после встреч с руководством Армении в Ереване. Как отмечается, Пелоси изменила программу визита и намерена встретиться и с министром обороны Суреном Попекяном. Хотя во время публичных заявлений речь о прямой военной помощи не шла, но заявления Пелоси однозначно говорили о том, что администрация Байдена готова помочь Армении, если ее руководство и общество готовы получить эту помощь. На встрече с Николом Пашиняном Пелоси сказала, поддержка демократии Армении, резолюция о признании геноцида армян, противодействии Турции по вопросу Нагорного Карабаха и по всем другим вопросам, мы. Друзья Армении, мы на стороне армянского народа в трудные минуты, когда идет борьба между демократией и автократией. Армения, это то место, где мы можем воочию увидеть эти противоречия. В своей публичной речи на встрече с Пелоси Пашинян говорил об ожидании поддержки демократии, но не упомянул о военной помощи. После встречи с Пелоси представитель оппозиционного блока Армения Ваги Акапян сказал, что американская делегация в курсе всего и пытается найти пути сдерживания Азербайджана Турции, добавив, что инертность России приводит к тому, то в стране меняются настроения, и это справедливо. В то же время несколько общественных групп проводили во время визита Пелоси акции с призывом выйти из ОДКБ и заключить военный союз с США. Ожидают ли США, что Армения должна выйти из ОДКБ, и что предлагает Армении правительство США, готово ли оно гарантировать безопасность суверенной территории и границ Армении? Отвечая на эти вопросы, Нэнси Пелоси сказала, что отношение с другими структурами должна решать сама Армения. Территориальная безопасность, суверенитет и демократия Армении являются ценностями для нас в Соединенных Штатах, И в наших отношениях с другими странами мы должны использовать наше влияние, наши рычаги, чтобы показать, что демократия и суверенитет Армении приоритетны, подчеркнула Пелоси. Мы можем лично и решительно осудить неприемлемые, угрожающие действия Азербайджана, ставящие под угрозу успех мирного процесса. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и друг Армении привержены поддержке стабильного мирного переговорного процесса. США давно отмечают, что этот конфликт не может иметь военного решения, заявила Пелоси. Она напомнила о законодательной инициативе конгрессмена Адама Шифа, осуждающей нападение Азербайджана. Наша делегация очень открыто говорила, мы отметили, что это была агрессия со стороны Азербайджана, мы приняли это, сказала Пелоси. В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян выразил признательность США, при посредничестве которых 14 сентября было достигнуто соглашение о прекращении огня. Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью Армении и региона, в том числе и детали, касающиеся дальнейших процессов в Совете Безопасности ООН.